Всем привет! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о покупках, которые мы совершили в Минске. Кто не смотрел прошлый влог, наверху я оставлю ссылку, подсказку, переходите. Также внизу в инфобоксе будет подсказка в виде ссылки. Переходите, также смотрите, кто не смотрел. В начале прошлого влога я говорила, что мы едем в Минск на два дня. Я говорила, что две покупки будут значительные, большие. Это камины и швейная машинка. Ну и, конечно же, заезжали в Юск, в другие магазины, тоже приобретали. Мне нужно было в магазин ДНК, я там приобрела себе косметику. И давайте, наверное, все по порядку. Если вам интересно подобного плана видео, оставайтесь на моем канале и поехали! Я вам показывала камин, но большой был по размеру. Этот камин, ну, буквально, может быть, на 10 сантиметров меньше. Мы заказали данный камин на выходных, в субботу. И уже на следующей неделе, нам в середине недели привезли этот камин. Муж установил. Мы выбрали именно вот этот обогреватель. У него есть, кстати, пульт. Очень удобный. Сидишь на диване и контролируешь. Можно температуру выставить. Также можно включить режим потрескивания дров. Также здесь есть таймер, что очень удобно. Конечно, можно регулировать даже звук потрескивания. И я не сказала, что камин угловой. Когда выбираешь, девочки, спрашивайте по поводу вот этого обогревателя. Потому что, допустим, мне объяснили, что не у всех моделей, казалось бы, они все одинаковы могут быть по размеру и так далее. Но у них может отсутствовать эффект вот этого потрескивания. Может отсутствовать таймер. То есть, знаете, вот такие мелочи. Когда пользуешься пультом, то все это видно на дисплее, на самом обогревателе. То есть, также можно регулировать степень яркости. То есть, путем того, что прибавляешь. Максимально у нас это пятерка. То есть, самое такое яркое здесь освещение. Можно включить эффект потрескивания. Также можно сделать этот эффект потише. Этот звук точнее. И посильнее. Также включается температурный режим. Максимальный это 60. Затем идет 30. И по убыванию. И минимальная у нас температура 22 градуса. Также включаем таймер. Максимальный, минимальный точнее, это 20 минут. И максимальный это 9 часов. Все очень удобно и просто. И когда выключаешь, дрова постепенно, постепенно, так скажем, потухают. В общем, с камином, да, мы разобрались. Если какие-то есть вопросы, то пожалуйста. Я раз вам обещала все показывать, да, я вам показываю и рассказываю. Мы купили швейную машинку. Она, конечно, не была бюджетной. Были бюджетные варианты. Ну, подешевле, да, так скажем. Но выбрали такую среднюю ценовую категорию, девочки. И насколько мы довольны, этого просто не передать. Мы уже и подкоротили новые шторы, да. Много чего мы сделали. Потому что, ну, отвезти, что-то подшить, это всегда нужно найти время. Это и финансово тоже очень затратно, девочке кажется, да. Там что-то ушить, подшить. Просто вот буквально какие-то, ну, по времени это 5-10 минут занимает для швей. Допустим, если отдаешь в ателье, то по цене это все равно выходит как бы, ну, небюджетно. И сопоставив вот эти вот все моменты, факты, так скажем, да, что и затратно, и всегда нужно время, и нужно найти еще хорошего специалиста. Швейная машинка, вернемся к швейной машинке, да, она идеально просто шьет. У меня муж, он умеет тоже шить. Мы уже и чехлы для наших, ну, старых, так скажем, стульев, потому что мы купили новые стулья. А для старых мы шили уже чехлы. Просто, девочки, если вы знали, сколько мы сэкономили, все равно денег. Кто имеет швейные машинки, то меня, конечно же, поймете, девочки. Также я забежала в магазин ДНК, буквально посмотреть ассортимент, потому что я за все, наверное, время, когда я бываю в Минске, ни разу не заходила, по-моему, в магазин ДНК. Ну, может быть, там один раз, и то ничего там абсолютно не приобретала. Я приобрела ту продукцию, которая мне нужна была, девочки, и я просто не могла устоять. Я приобрела себе вот такой корейский BB-крем от компании Skin79. Здесь у нас, конечно же, есть SPF-защита 30. Я как раз предполагаю, что скоро весна, да, и приобрела себе, конечно же, именно с такой защитой. Хотелось бы больше, и я решила с SPF 30 приобрести. Что могу сказать, девочки? Это BB-крем для лица от морщин, еще отбеливающий. Помимо того, что он имеет такую функцию защищать от солнечных лучей, благотворно влияют ингредиенты, которые есть в составе, на кожу. То есть действительно кожа... Такое ощущение, что я нанесла крем дневной, и в то же время очень хорошо тонирует кожу. Я заметила, что действительно очень хорошо осветляет мою кожу, потому что когда я умываюсь, у меня прям вот есть еще загар остался с прошлого года. И, конечно же, разница очевидна, что моя кожа на лице очень такая, ну, стала светлее, потому что очень-очень заметно на самом деле. Здесь 40 мл. Вот такая вот красивая баночка. Конечно же, оформление, девочки, просто на высоте. Я обожаю, обожаю вот такие вот упаковки с дозатором. Золотая вот такая вот здесь, ну, а-ля крышечка, да. Это все имеет значение, абсолютно все. Да, небюджетный BB-крем, но его хватает надолго, потому что его немного совсем нужно. Кстати, я забыла сказать, что этот BB-крем отлично подстраивается под тон кожи. Его нужно совсем небольшое количество на все лицо, да. Ну, то есть вот буквально, и знаете, вот степень нажатия можно контролировать, потому что бывает так, что ты нажмешь, и тебе много сразу выдают продукта, дозатор, здесь можно контролировать прям от маленькой горошинки. Если нажимаешь один раз и до конца, то, конечно же, он выдает прям вот то количество, которое можно разнести по лицу. Я делаю это точечно, то есть сюда капельку, сюда, 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 и потом все распределяю руками. Знаете, как обычный дневной крем. Я наношу никаких кисточек, никаких спонжей, потому что спонжи вбирают в себя очень много средства. Вот знаете, тот тон, который, мне кажется, подойдет многим. Белоснежки под вопросом, потому что я не знаю, как будет данное средство на белокожих девочках, да, как он будет себя вести. У меня не самое светлое. Вот я сейчас вам показываю, да, смотрите. Кажется, что очень светлый тон, но он очень хорошо адаптируется, подстраивается. И кожа, такое ощущение, что, знаете, она у вас ухоженная, такая сама по себе, потому что текстуры данного средства незаметно абсолютно, девочки. Я сейчас так разрекламирую, мне кажется, многие купят. Но я уверена, что вам, девочки, понравится. Если есть у кого такой крем, пожалуйста, мне напишите. Видите, я вот распределила, все хорошо подстроился, и кожа сразу такая вот она, бархатистая. Конечно, появляется потом со временем вот этот жирный блеск на Т-зоне, но тем не менее промакиваете матирующими салфетками, это легко сейчас все удаляется. Также я в той квартире, где мы останавливались, в апартаментах, это так называется на букинге, я вам показывала свое умывание утреннее, уход за лицом точнее, и я как раз вот вечером приобрела это средство, и на утро я уже использовала. От компании Апью у меня, конечно же, была такая хотелка, да, купить себе вот эту очищающую пенку для лица, которая очень-очень разрекламирована. Я теперь понимаю, да, почему так многие девочки очень полюбили это средство. Оно действительно и отбеливающий эффект тоже несет в себе. Здесь очень много кислот, конечно, будьте аккуратны, прям очень-очень аккуратны. После этого средства, после этой пенки для очищения лица обязательно наносите СПФ-защиту. Вот если вы чувствуете, что солнце очень активно, то, пожалуйста, ну минимум 50, чтобы была защита. Либо на ночь умывайтесь, лучше, наверное, на ночь будет. Сейчас уже активно солнце, и я понимаю, что, конечно, средство крутое, но, скорее всего, я буду пользоваться в вечернее время, вечером, очищать лицо. После гидрофильного масла буду пользоваться этим. Буквально маленькую горошинку нужно этого средства. Оно кремообразное, я вам показывала, прям вот приблизила и показала консистенцию. То есть в руках я взбила в такую пену и нанесла на лицо. Всё это абсолютно, всё видно. Опять же, ссылка будет где-нибудь здесь, либо внизу на прошлый блог. Смотрите. У нас в составе интересный такой, конечно, компонент. Мадокососид. Центеллоазиатская. Вы знаете, что очень-очень популярна. Популярен данный ингредиент. И алантаин, да. Помимо этого, конечно, здесь очень много. Если смотреть, на первом месте вода, затем глицерин. И пошли кислоты. Очень много кислот, девочки. И в то же время, таких хороших ухаживающих компонентов. Прям вот любовь, однозначно понравился мне данный продукт, девочки. Однозначно могу вам посоветовать. А те, кто пользуется, либо пользовался, пожалуйста, мне напишите под видео. Кстати, девочки, если кто не подписан на мой канал, если вы впервые на моем канале подписывайтесь, ссылка будет внизу под видео. Также нажимайте на колокольчик, так вы будете получать уведомления о том, что вышло мое новое видео. Ну и, конечно же, будем с вами дружить, общаться. Я вам буду показывать видео про косметику. Ну и также, конечно, про свою жизнь. Потому что я решила все это разбавлять влогами. И, кстати, у меня очень много средств от белорусских производителей. Поэтому будет новое видео от белорусских производителей. Также в магазине ДНК я приобрела себе антивозрастной крем, обогащенный коллагеном. В такой очень красивой упаковочке. Опять же говорю, девочки, упаковка для меня имеет значение. Прям вот рука тянется. Вот действительно вот все, все красиво. Открываешь шкафчик, и у тебя такая красота. Да, мы девочки, мы любим, чтобы у нас все было красиво, чтобы и средства хорошо работали, да. Ну и, конечно же, чтобы это действительно работало на лице, да, масло масляное. В общем, такая интересная здесь крышечка красивая. Есть заглушка. Я уже пользуюсь этим кремом. Как на ночь я пользуюсь, так и в дневное время. Ну, иногда. Почему? Иногда, потому что есть другое средство, которое нужно уже использовать. В общем, такое количество я уже использовала. Неудобно, конечно, что нет дозатора. Всегда нужно туда ватной палочкой набирать продукт. Ой, какой приятный цветочный аромат. Но он долго не остается на лице. Конечно же, очень такая приятная консистенция. Я думала, что этот антивозрастной крем, он будет очень жирным. Я под этот крем обязательно наношу сыворотку от ламииса с витамином С. Затем этот крем наношу. И после этого крема, как только он впитается, впитывается он прям, ну, можно сказать, ну, не мгновенно, но быстро, да, относительно. И затем биби-крем наношу. Лицо такое, как будто вот, я не знаю, отшлифованное что ли, вот прям очень такое гладкое. Также с мужем были в магазине Collins, купила себе я вещи. Кстати, во блоге вы там видите, что я себе купила. Но сейчас хочу еще подробнее рассказать и по ценам немного, да, так пробежаться. Купили мужу, но я не буду вам показывать то, что мужу приобрели. Конечно же, я думала, что очень легко найти свои любимые джинсы, да, вот именно какие тебе подходят, какие ты хочешь. Но это не очень, конечно, легко. Дело в том, что, во-первых, качество ткани, да, ты видишь, когда дешевая какая-то ткань. И видишь, когда хорошая ткань. Конечно же, две большие разницы. Много я видела джинс именно те, которые я хочу и по цвету, и по форме. Но абсолютно разное качество. Поэтому в Collins я уже который раз приобретаю себе джинсы и другие вещи. И они оказываются действительно лучше, да, чем если бы я сэкономила и купила бы в другом магазине. На самом деле джинсы абсолютно, девочки, простые. Так вот, если посмотреть, абсолютно простые. Но я люблю такие вещи. Я, конечно, люблю с эффектом потёртости. Я люблю, когда есть, так скажем, дыры. Вот. Но мне захотелось именно такой, потому что у меня такие джинсы были. И они у меня тоже уже пришли в негодность. Я в них дома ходила. Видите, они заложены к низу. Хорошая у них такая качественная ткань. Тянется. Если вы ищете, да, именно такие джинсы в Collins, сзади ничего такого обычного. Видите, здесь вот такая нашивка с логотипом. И всё. Всё, абсолютно ничего такого. Но как они круто смотрятся. И именно такой цвет я хотела. Потому что цвет тоже имеет значение для меня, да. То есть мне не хотелось слишком светлые, потому что у меня есть такие светлые. И мне не хотелось чёрные. Вот именно тёмно-синие я хотела себе и, конечно же, приобрела. Давайте сразу скажу цену. Потому что я сама люблю, когда называют ценой. Потому что, ну, не всегда у меня, если честно, бывают чеки. Потому что всё у нас, расплачиваешься картой, и всё приходит на телефон, да. И там уже можно посмотреть в истории, сколько что стоит. Вот, смотрите. За всё я отдала 134 рубля. Брюки стоили... Они были на скидке, кстати. Вот, что меня и порадовало. Они стоили 49... Ну, в общем, 50 рублей, да. Стоили эти джинсы. У меня размер, кому интересно, джинс 27-32. Вот так вот. Мне очень понравился жакет. Я, как его увидела сразу, это из новой коллекции, я сразу его взяла. Рука в три четверти. Это прямо моя любимая длина. Здесь вот так вот подогнуто и прошито. То есть вот так вот. Есть полосочка. Мы знаем, да, если бы раньше надевали с полоской, то это 100% спортивный стиль был бы. Но сейчас можно и с лодочками носить, да, то есть с какими-то туфлями. Можно с кроссовками, с чем угодно, с чем вам, вот, как говорится, хочется. Стильный, крутой жакет. И знаете, такое качество, такое приятное. Кому интересно, жакет стоил 89 рублей 90 копеек. То есть так как это новая коллекция, она стоила 90 рублей. Так как мы были с младшим сыном, мы забежали в магазин Арт Территория. Многие знают этот магазин, те, кто любят рисовать, там все есть для творчества. Заходишь, просто голова идет кругом от изобилия всего, да, то есть все есть, абсолютно все. Старший сын с нами не ездил, я уже говорила, и для него мы приобретали одежду. То есть мы списывались по Вайберу, фотографии отсылали, то есть для старшего мы приобретали, можно сказать, так вот, через телефон. Что купили в Арт Территории? Тоже у нас были там небольшие бонусы, но все равно, да, приятно, когда есть какая-то скидка. Купили вот такие вот холсты. Этот холст у нас с акриловым грунтом, они, оказывается, бывают разные. Вот, и старший, младший сын уже на одном из таких нарисовал картину. И такой вот большой холст идет с масляным грунтом, то есть они какие-то абсолютно разные по текстуре, я так понимаю. И приобрели вот таких 10 фломастеров. Он сам выбирал оттенки очень долго-долго, потому что ему нужны были определенные цвета, оттенки и так далее. Много у него таких фломастеров, каждый раз, когда мы едем в Минск, я приобретаю там, потому что у нас продает, в принципе, но это абсолютно другое качество. Лучше переплатить, и ты будешь видеть лучший результат, чем работать с дешевыми, да, такими фломастерами. Что купили в магазине Юск? Я вам говорила, да, в видео, что мы хотим купить подушки 50 на 70, вот такие вот они по качеству. Давайте я вам покажу. По краям, видите, у них прошита такая вот сеточка. И на самом деле очень удобны эти подушки. Я сейчас постараюсь вам сфокусировать, да, чтобы вам было видно, что это за подушки. Стоила одна подушка 40 рублей белорусских. Наружный чехол у нас идет 100% хлопок. И само наполнение это 100% белое перо утки. Они такие мягкие, девочки. Они настолько, знаете, воздушные, они такие удобные. Я вам просто не могу передать. Я же не хочу сейчас отпачкать в креме. Но они настолько удобные, классные, девочки. Я просто обожаю эти подушки. Муж, конечно, не оценил, потому что он любит более жесткие подушки. А эти, знаете, вот прям вот ты ложишься и просто утопаешь в этой подушке. Она очень быстро принимает форму. На эти подушки в магазине Plaket я сразу купила две вот такие наволочки. Также я купила, вот они еще новые, я их не стирала. Каждая наволочка стоила 9 рублей 39 копеек. Была скидка. Я купила четыре наволочки. Вот такие две я взяла. Тоже 50 на 70. И также в магазине Plaket я купила себе, ну вот захотелось мне вот такое полотенце. Полотенце махровое, 50 на 90, 100% хлопок. Эти подушки, кстати, я начала про подушки говорить, затем проскочила сразу на, стала рассказывать про Plaket. Смотрите, подушка одна стоила 39,99, ну 40 рублей. В общем, 80 рублей, две подушки. И также мы купили покрывало. Оно идет двухстороннее. Когда я висела на стенде, в выставочном зале, когда я висела, это покрывало, мне показалось, оно одностороннее. То есть я не стала там разворачивать, смотреть, просто потрогала, хорошее по качеству, такое стеганное. Но оказалось, что оно двухстороннее. Для меня важен был принт. И для меня важен был размер, конечно. У нас 220 на 220. Можно было купить побольше, но, в принципе, тоже неплохо смотрится. Вы спросите, да, сколько стоило это покрывало? Оно было на скидке. 60 рублей стоило это покрывало. По-моему, полная цена почти 100 рублей, если я не ошибаюсь. Может быть, даже и дороже. Но был желтый ценник, поэтому приобрели за такую стоимость. Это всё, что я вам хотела показать в этом видео. Спасибо, что вы досмотрели его до конца. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Ссылка будет внизу. Разворачивайте инфобокс. Нажимайте на колокольчик, так вы будете получать уведомления о том, что вышло мое новое видео. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok